Здравствуйте! В эфире новости на канале Днестр ДВ. Коротко о главных темах выпуска. 14 февраля в Тираспольском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями состоялось внеочередное собрание. 15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. Рыбницкий цементный комбинат стал победителем конкурса «Торговая марка-2012». В Рыбницком районе сохраняется тенденция снижения поголовья крупного рогатого скота. 14 февраля в Тираспольском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями состоялось внеочередное собрание. Поводом послужило интервью ряда медицинских работников лаборатории, которые они дали для Днестр ДВ. Я считаю, что данное интервью дискредитирует вообще работу сотрудников лаборатории и, в целом, наверное, учреждений. Поэтому я хотел, чтобы не было какого-то предвзятого отношения или одностороннего освещения тематики, собрать весь коллектив, обсудить. И, естественно, что мы должны уже как-то определиться, потому что, начиная с октября месяца, у нас все длится и длится вот такая вот ситуация. Но эмоции все-таки преобладали. Я не потерплю дальнейшей дискриминации нашего учреждения и наших специалистов. А факты дискриминации считаются? Я могу предоставить факты. Дискредитации, извините, дискредитации наших специалистов. Но факты у нас считаются... Потому что, извините, честь учреждения нужно все-таки поддерживать. За счет прикрытия всего внутри, знаменания, чтобы... Извините, пожалуйста, может быть, вас составит один на один, а мы выйдем? Или уважать будем все присутствующие здесь людей? Я вас очень и прошу, если это общественное мероприятие, вести себя соответственно. Выступавшие разделились на два лагеря. Как так можно вообще? Я как личность, как тоже член этого коллектива, если у меня в коллективе что-то случается, я прошу своих говорить. Давайте разберемся внутри коллектива. Но не нужно выносить ссоры из СБ, потому что в каждом коллективе есть какие-то нюансы. Это, наверное, нет такого, чтобы у всех было все идеально. Но можно решить все внутри учреждения, не вынося на уровень президента, прокуратуры и всех остальных. Почему вы о нас ничего не говорите? И скажите, есть ли у нас сейчас коллектив? И кто его развалил? Кто развалил? Из чего? Это не Сирина Алексеевна началась. Вы развалили коллектив? Это вы развалили. Есть хороший заведующий. Чем я развалила коллектив? Поделили ему две части, правильно? Чем я поделила коллектив? А я не знаю, почему вы под крылом взяли вновь прибывший, а мы вам так неугодны стали. Выступление опытного врача Петра Алиевского для представителей Министерства здравоохранения было неожиданностью. Пять лет, я задаю вам, идет среда Глобального фонда. Минздрав сделал все для того, чтобы... Главный врач знает об этих проблемах? Знает. Что это такое? Но деньги по государственной целевой программе, для того, чтобы мы закончили ремонт лаборатории и соединение. Петр Иванович, от вас я этого точно не ожидал. Представитель Минздрава внесла свои рекомендации. Я вас очень прошу сейчас переключиться на новый режим работы, на режим взаимного уважения. Скорее всего, логичным будет тех, кто уже принят на работу до этого года, практически не имея никаких юридических оснований уволить, оставить, продолжать свою профессиональную деятельность в этой должности. А все вновь принятые будут приниматься по новым критериям. То есть они будут устраиваться с высшим медицинским образованием на должности врачей и клинических лаборантов. А биологи, если такие будут, если у нас будет потребность в них, они будут приниматься сразу на биолога, но не на лаборанта клинической лаборатории. Сейчас мы встречаемся с другой проблемой, которую я считаю надуманно. Надуманно настолько, что просто мешает нам работать. Однако ряд высказываний представителей министерства были некорректными. Это запущенная ситуация. Элементарно решается. Кто-то кого-то один раз в 1917 году обидел каким-то нехорошим словом, это помнится и умножается с каждым годом 10 раз, и мы на сегодняшний день имеем вот такой переполом куриный. Во время выступления Петра Алиевского представители министерства поднялись и ушли. Вирус «Вставать и уходить» с собрания получил распространение. Странно, но присутствовавшие так и не услышали о неточностях в учёте и что нужно сделать для создания здорового морального климата. От интервью журналистам по итогам собрания главврач лаборатории отказался. Сказать ему больше ничего. Извините. Но это ваша точка зрения, Екатерин Гаврилович? Само-то не очень сказала, я сказала всё, что я хотела сказать. Участный занят. Прошло уже 24 года со дня окончания Афганской войны. Но для участников этот день стал вечным днём памяти. Каждая мать переживала, а каким её сын придёт, раненый, убитый. Это столько боли и рана материнская, родительская никогда не заживёт. То горе, которое перенесённое родителями, оно всегда рядом и всегда будет, остаётся. Мама, не переживайте. Я же ведь готовился к этой армии. Накачивался. Гирями кинер лазь. Смотри, какой я высокий, здоровый, красивый. Мне ничего не страшно в этой жизни. Вот таким у меня был сын. Администрация города в лице главы госадминистрации и председателя горсовета возложили цветы первыми и почтили память погибших бендерчан. Чувствую огромной благодарности, дорогие родители. Примите самое истинное соболезнование. Не всегда удаётся с должным вниманием и относиться и к вам. Поэтому приношу свои извинения. Если когда-то что-то не так. Вечная память Нашим советским воинам, молодым парням, отдавшим свою жизнь При выполнении цельного долга. Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вам, погибшим в бою, вам, умершим от ран, вам, скончавшимся от болезней, вам, сгинувшим в плену. Вечная память. Дань Душейн также отметили 24-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана. Чарствование воинов-интернационалистов началось с мемориального комплекса воинам-афганцам. Отдать дань памяти тем, кто не вернулся с поля боя, а также ветеранам войны в Афганистане, вышли представители районной администрации, полиции, военно-административного отдела и ветераны афганской войны. Со слезами на глазах мать Сергея Шекирьянова пожелала братьям сына по оружию быть счастливыми, и чтобы никогда в их семье не пришла беда, постиг же ее семью. После минуты молчания, объявленной в память погибших, ее тишину взорвал троекратный оружейный салют. После него все участники мероприятия возложили цветы к портретам погибших ребят и к черному тюльпану, монументу мемориального комплекса этих пятерых парней, погибших в Афганистане. Мероприятие по черствованию воинов-афганцев продолжилось в районном Доме культуры. В их адрес прозвучало много теплых слов с пожеланием здоровья и счастья. Рыбницкий цементный кабинет стал победителем конкурса «Торговая марка-2012», проводимого под эгидой Торгово-промышленной палаты Молдовы. В этом году в конкурсе приняли участие порядка сотни предприятий, работающих в отрасли строительства и производства строительных материалов. Рыбницкий цемент получил наивысшую оценку потребителей. В номинации «Признание потребителей» рыбницкие цементники получили золотую медаль. Руководство предприятия подчеркнуло, что все награды комбината – это в первую очередь заслуга всего трудового коллектива. Рыбницкий цементный комбинат принимает участие в конкурсе «Торговая марка» с 2008 года. За эти годы предприятие неоднократно становилось обладателем золотой медали, а также статуэтки «Золотой Меркурий». В Рыбницком районе сохраняется тенденция снижения поголовья крупного рогатого скота. Животноводческая отрасль является убыточной, и это объясняется не только ее технической отсталостью, но и ростом цен на промышленные и кормовые ресурсы. Дальнейшее развитие животноводческой отрасли района обсуждали на совещании, которое прошло в районной госадминистрации. Сегодня в республике производственное поголовье составляет около 2000 коров, из них в Рыбницком районе – 948. Республика обеспечена молоком только на 20%, остальное приходится закупать. Для решения данной проблемы специалисты предлагают работать с населением. Есть два пути. Увеличить поголовье мы не можем, потому что на 3 час нормальные кормовые базы. Значит, мы должны сделать качество. Как качество? Есть два варианта. Значит, мы можем осеменять искусственно, и второе – подсаживать эмбрионы. Эмбрионы – это прекрасно, но очень дороговато. Сейчас первый вопрос – открытие пунктов искусственного осемнения населения. Для работы этих пунктов необходимо подготовить кадры, которые по направлению глав сельских администраций смогут пройти специализированные курсы обучения на базе Кармановского ветеринарного совхоза. Директор государственного селекционно-племенного центра добавила, что в ближайшее время планируется провести идентификацию домашних животных. Каждому животному будет присвоен номер, а также паспорт с отметками ветеринарной службы о прививках и иная информация. Эти меры будут способствовать тому, что крупные сельскост-предприятия смогут закупать у населения молодое поголовье скота, и таким образом увеличится производство и качество мясо-молочной продукции, а также будет стимул сельского населения содержать домашний скот. К другим новостям. Около 9 часов 20 минут по местному времени жители нескольких регионов России услышали шум, похожий на сильный взрыв, а затем почувствовали ударную волну. Поначалу власти охарактеризовали происходящее как метеоритный дождь в виде болидов, затем, однако, заявив, что имело место отделение нескольких осколков от одного метеорита. О том, что это был не дождь, а некие отдельные тела, свидетельствуют и кадры с места событий, появившиеся в интернете, в частности, любительские съемки из Челябинска. Некоторые официальные представители связывают случившееся с приближением астероида размером с футбольное поле, которое должно пройти в 27 тысячах километрах от земли к вечеру пятницы. Выбитые окна во многих домах Челябинска – лишь самые незначительные разрушения, вызванные метеоритной активностью. Ударной волной была, например, разрушена крыша Челябинского цинкового завода, однако пострадавших в результате этого инцидента нет. В то же время власти говорят о сотнях человек, обратившихся за медицинской помощью в поликлинике и больнице. Это были все новости на сегодня. Я прощаюсь с вами до следующей встречи. И только приятных вам новостей!